Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Моем. Сушим. Все хорошо? Да. Шьем. Жаль, что вы уходите от нас, Елена Семеновна. Мне тоже. Но надо двигаться дальше. Поздравляю, Елена Семеновна. Вы провели очередную замечательную операцию. Спасибо, Валентин Петрович. Всегда приятно принимать похвалу. Особенно от главврача. Ну, зачем тебе в Москву? У Лазарева на побегушках будешь? У него не зазорно. Он лучший. А может, он тебя еще не возьмет? Уже взял. Я мечтаю у него работать, учиться у него. Когда он тебя выгонит, обратно я тебя не возьму. Не выгонит. Мы с ним родственные души. Ну, ладно. Тебя ведь не переубедишь. Позванивай. Иногда. Обязательно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте. Я к Лазареву. Девушка, к Лазареву на прием, надо записываться. Это отделение патологии позвоночника, а не проходной двор. Альбина Александровна, я не на прием. Аличка! У меня есть направление. Простите, пожалуйста. Сейчас тебе помогу. Что случилось? Машину сбило. Похоже, серьезная травма позвоночника. Чувствительность нижней части тела отсутствует. Вот, снимет. Понятно. Спасибо. Так, молодой человек, вы, пожалуйста, сядьте там, подождите. Никуда не пойду. Я буду здесь ждать. Значит так, я сейчас вызову охрану. Не нужно, пожалуйста. Ее как зовут? Валя. Валя. А тебя как? Рома. Рома. Рома, не волнуйся. Валя в надежных руках. Ты сегодня вечером позвонишь в справочную и узнаешь, как прошла операция. Да? А завтра придешь. Хорошо? Хорошо. Ну, вот и слава Богу. Спасибо большое. Но я бы и сама разобралась. Так, Сева, забирайте девочку. Пока Лазарев не вернется, она на вас. Начинайте процедуру по декомпрессии. А когда он вернется? Ее надо оперировать прямо сейчас, иначе чувствительность не восстановится. Девушка, оперировать сейчас некому. У нас дежурный врач на операции. Лазарев уехал в Склиф, там тоже тяжелый случай. Так бывает. Что делать? Послушайте, Валя не чувствует ног, потому что осколок позвонка внедрился в спинно-мозговой канал. Если сейчас его не удалить, то тогда она на всю жизнь останется инвалидом. Да, но я повторяю, оперировать некому. Ну, я могу прооперировать. А вы кто такая? Я врач-вартибролог. Вот. Елена Горина. Я приехала к Лазареву учиться и работать. Очень хорошо, но в операционную я вас не пущу, девушка. Я вас не знаю. Ну, я пять лет проводила такие операции у себя в Верхнехомске. Я справлюсь, поверьте мне. Девушка, а если вы не справитесь? Я на себя такую ответственность не могу взять. Извините, пожалуйста. Здравствуйте. Анатолий Иванович, ну как, успели? Я надеюсь. Ну, черт возьми, а если бы я задержался? Заболел, в конце концов? Как не хватает профессионалов-то, а? Анатолий Иванович, здравствуйте. Вы кто? Я Елена Горина из Верхнехомска. Вы меня пригласили, помните? И давно ты здесь? С утра. Вот вас жду. Ты видела, как ее привезли? Да, я снимок видела. Тогда почему не прооперировала? У тебя же, в резюме, десятки таких случаев. Я хотела, но мне не позволили. Анатолий Иванович, я испугалась. Я ее в первый раз вижу. Не позволили, да? И ты сдалась? Ну, что я могла сделать? Ну, как что? Скандалить. Требует, чтоб мне позвонили. Что ты за врач такой, если не будешь настоять на своем? Не думаю, что мы сработаемся. Не расстраивайся, он забудет. Ладно, пойдем тебя с Птахой знакомить. Она заместитель Лазарева. В общем, из того же теста, так что держись. Да, входите. Наталья Сергеевна, здравствуйте. Вот новенькая. Анатолий Иванович я пригласил. Я в курсе. А смысл ее брать? Он уже и недоволен. Но я бросила все, чтобы у него учиться. Мне расплакаться? Профессор один, а вас таких бросивших все ради него. Прут-пруди. Лазарев сам сказал, что у меня очень перспективная тема. Ладно. Возьмем тебя с испытательным сроком. Учебу с работой придется совмещать. Да, конечно. И учти, без права наших учить что не так, сразу уволю. У Лазарева наука, а медперсонал отделения – это моя зона ответственности. Я все поняла? Нет, видимо, не все. Сразу оперировать даже не надейся. Сначала, как все, подежуришь, с макулатурой поработаешь. А потом посмотрим. Вот теперь все. Альбина, оформляй ее. Хорошо. Спасибо. Ну, зачем она так со мной? Я же не девочка-студентка. У меня опыт есть. Не в этом дело. Наша птаха давно влюблена в Лазарева. Поэтому любая женщина рядом с ним воспринимается как соперница. А он? А он, похоже, так и не оправился после смерти жены. Хотя прошло уже восемь лет. А дети есть? Есть. Сын. Взрослые уже. Но они не общаются. Какая-то ссора. Так что нашего профессора никто и ничто от его медицины не отвлекает. Сейчас, сами знаете, дочка, какие цены, да? А тут и ремонт, и район хороший, а потолки какие высокие. Я не из тех, что дерут. Мне главное, чтоб человек был приличный. Я приличный. И меня все устраивает. Вот и отлично. Ну, вы знаете, да? Что заплатить надо за полгода вперед. Как за… Ну, нет, не знаю. А сколько ж получается? Сто пятьдесят. Поэтому так дешево. А как же? Сейчас, простите, пожалуйста. Это все, что у меня есть? Может быть, хотя бы сто двадцать? Нет, дочка. Мне очень нужны деньги. Потому и сдаю, переезжаю к детям. Есть кто? Здесь квартира сдается. Да, заходите. О! Ты ее покупаешь, что ли? Она платит за полгода вперед. Квартира сдана. Давайте. А почему не за год? Документы на квартиру покажите. В чем дело, девушка? Вы опоздали. Мы сами разберемся. До свидания. Да, кстати, покажите, пожалуйста, документы. Так, все, хватит. Разговор окончен. Квартира не сдается. Уходите сейчас же. Я к ним как к людям, а они… Вот же гады, да? Не хотят платить за воздух. Пойдем. С этой все ясно. И откуда такие доверчивые приезжают? Из Верхних Омска. Я вчера приехала только, а сегодня меня уже так макнули. Москва умеет макнуть, Москва пафосная. Я когда год назад с поезда сошла, я тоже думала, что быстро всех тут построят. Ну, знаешь, что-то пока вот не строится. А ты чем занимаешься? Я? Я педагогический колледж закончила. Но знаешь, сопли вытирать в детском саду – это не мое. Поэтому я рванула в Москву. Моя главная цель – это разбогатеть и удачно выйти замуж. Ну, или наоборот, как пойдет. Главное запомнить, что в Москве коренных москвичей практически нет. Все такие же, как мы, понаехавшие. Только они ухватились и держатся крепко. А у тебя как с личной жизнью? Да пока никак. Ну, конечно, хочется найти хорошего человека, чтобы он смотрел на жизнь так же, как я. Чтобы стремился вперед, шел к своей цели. Но пока что на первом месте у меня профессия – медицина. Главное для нас, Лен, сейчас – это квартиру найти, чтобы было, где Косте кинуть. Это точно. А может… А может вместе? И дешевле, и веселее? Давай. Давай, конечно. Только Рому встретила. Все было так хорошо. Тут и там машина. Капец. Один миг – это калека. Валечка, это совершенно не факт. Чувствительность возвращается. А значит, шансы встать на ноги велики. А что Лазарев говорит? Да ничего он мне говорит. Он приходит каждый день, осматривает. Только брови хмулят. Горина! Опять болтаешь с пациентами? Работать кто будет? Я же все сделала, Наталья Сергеевна. У нас с Анатолием Ивановичем операция через час. Инструменты не готовы. Ну, это обязанность медсестры, а я врач. Значит, найди медсестру и по терапии ее. Не дерзи. Валь, Лазарев – волшебник. Он тебя поставит на ноги. Я потом зайду. Ну, и где наша операционная сестра? Извините, Анатолий Иванович, не смогла ее найти. Она как сквозь землю провалилась и к мобильному не подходит. Может, еще немного подождем? Нет, Альвина, ты вместо нее. Да, конечно. Итак, начинаем. Пациент, мужчина в шестьдесят пять лет. Показания давления и сердцебиение в норме. Скальпель. После операции поговорим. Дистрактор на тридцать. Профессор, мне кажется, вы оговорились. Тут нужно сорок. Какая наглость, Горина. Мало того, что ты обманом проникла в операционную, так ты еще позволяешь себя комментировать? Анатолий Иванович, я сегодня же ее уволю. А на сорок будет лучше. Она права. Так, жди меня в ординаторской. Пиши заявление по собственному. И Гаврилова пусть тоже пишет. Она не виновата. У нее сын в полицию попал. Ей пришлось уехать. И вообще, это была моя инициатива ее заменить. Я могу. Я должна оперировать. Я сюда приехала учиться, а не инструменты перекладывать. Разберемся. Ладно. Пока без заявления. Но только пока. Получаешь устное предупреждение. Еще одно. И можешь больше не появляться. Анатолий Иванович, я знаю вы любите классику, а у меня есть два билета в театр. Островский. Таланты и поклонники. Наташ, мне сейчас не до театра. Подготовка к показательной операции поднимает все мое время. Ну, назвал метод инновационным, так сказать, будь добр. Почему назвал? Он и есть инновационный. Да разве кто-нибудь в мире ставит подобные импланты? Анатолий Иванович, не сомневайтесь, это будет настоящий прорыв. Ну, спасибо, Наташ. Надеюсь, ты права. Я уже послал приглашение во все европейские институты. А с пациентом вы уже определились? Да, я поставлю протез этой девочке Вале. Без него ей не встать. Она уже дала согласие. А за приглашение спасибо, но давай мы как-нибудь в другой раз. Да? Слушай, а сибирячка-то это, вроде толковая. Скажи ей, пусть она присматривает за сегодняшним дедулей. Так, ребята, давайте выпьем за красивых девушек. То есть, за вас, Маша? Скажешь тоже. Согласен. Это моя подруга Ленка. Здравствуйте. Лен, привет. Это мой друг Стас. Здрасте. Узнаешь? Известный стендапер Стас Воронин. У нас тут вечеринка. Присоединяйся. Спасибо, но я дико устала на работе. Красивым девушкам работать вредно. Они становятся некрасивыми. А это друг Стаса Андрей. Привет. Ребят, вы веселитесь, я пойду на кухню почитаю. Вчитать красивым девушкам тоже вредно. Они становятся умными. Лен, давай, ну иди, не выпендривайся. Садись. Прошу. Спасибо. Хлопнем по рюмашке. Я поухаживаю. Хорошо. Ну, если только чуть-чуть. Хорошо. За знакомство. Шикотный Стас. Так. Да ладно, ничего ты. Ничего. Руки держи в карманах. Прости, я парил себя как урод. Ладно, проехали. Ты тоже стендапер? Я? Нет, я опер. Служу в полиции. А это вас в полиции так общаться учат? Просто иногда приходится иметь дело со всяким сбродом и начинаешь тоже вести себя неадекватно. Слушай, давай сначала. Крюне действительно нравишься. Не надо, Андрей. Мне сейчас не до личной жизни. Правда, мне на это ни сил, ни эмоций нет. Только учеба и работа. Может, мы все-таки еще как-нибудь встретимся? Сомневаюсь. Без обид, ладно? Толя, умоляю. Ну, пару семинаров. Ну, ты же обещал. Ну, сам понимаешь, клинику у меня передавали, а специалистов соответствующего уровня мало. Ну, не солидно, согласись. Ну, Аркаш, ну перестань. У меня на своих аспирантов времени не хватает. Да-да, войдите. А, вот и Лена. Вы просили? Позвольте представить. Лена Горина, наш молодой перспективный специалист. Пишет у меня диссертацию по интересующей тебя теме. Ну, вот, может, ты ее уговоришь на семинары. Штейн Аркадий Борисович. Очень приятно. Мы тут экспериментируем, а Аркадий Борисович пользуется нашими разработками и в своей частной клинике деньгу зашибает. Ой, Толя, я тебя умоляю. Ты сам давно мог стать миллионером. Я тебе предлагаю. Вот он разработками пользуется и при этом меня же еще и критикует. И, кстати, он сомневается в успехе нашей с тобой операции. Да нет, конструкция на самом деле прекрасная, но риск очень большой. Я сомневаюсь, что данная конструкция может полноценно заменить сломанный позвонок. А вы как думаете, Лена? Я? Вот. Тоже сомневается. Но боится об этом сказать своему Грозному профессору. Я ни капли не сомневаюсь. Более того, я уверена, что в дальнейшем данные конструкции будут применяться при утрате двух и более позвонков. Ой, ой, романтика молодость. Я могу привести аргументы. С удовольствием я бы выслушал, но, к сожалению, тороплюсь. Надо, как выразился профессор, деньгу зашибать. Толя, ну, пару семинаров уговорил? Ой, Аркаша, ладно, уломал. Пойдем, я тебя провожу. Только дам указания. Вы звоните, если что? Если что? Ну, такому специалисту, как вы, всегда найдется место в моей клинике. Да. Ну, и как тебе работается у нас в отделении? Очень хорошо. Уверена? А над темой своей работаешь? Можешь мне уже что-нибудь показать? Да нечего показывать. Столько дел в отделении, я не успеваю. Ну, ладно, я поговорю с птахой, пусть от тебя освободит. Наука важнее. Что ты делаешь, ну? Я, я случайно. Ну, и как ты такими кривыми руками собираешься оперировать? Да. Огнестрел? Я готов в визите. Нужна срочная операция, ранение в позвоночник. Вызывай птаху. Угу. Вот и встретились. Что ты там бормочешь? Знакомы? Готова? Готова. Итак, начинаем. Пациент. Мужчина 35 лет. Состояние тяжелое. Гемодинамика стабильная. Пульс 100 ударов в минуту. Нижний пропорез с сухожильной рефлексой не вызывается. Успения standards. Ну, ты что такая кислая? Ты, парню, жизнь спасла! Радуйся! Радуюсь! Да? Что-то незаметно! Да у меня все из головы не идет, как вы меня за Валю Лукинот читали! Ага! Кстати, я хотела у вас спросить, как вы считаете, каковы ее шансы на полноценную жизнь? А! Ну что, аспирантка, пойдем выпьем чаю с чабрецом, я расскажу, как твой Валю на ноги ставить буду! Откуда у него такие симптомы, ума не приложу! Такие патологии встречаются крайне редко! Анатолий Иванович, простите, я не смогла вчера быстро приехать! Вчерашнее было вчера, а сегодня я принял очень важное решение! Наташа, тебе пора оперировать самостоятельно! Так что подбирай ассистента, медсестру и вперед! Нам нужна еще одна мощная команда! Спасибо за доверие! Ну, что за армейский пафос, Наташ! Мы с тобой сто лет знакомы! Возьмешь на себя часть текущей работы! Я не подведу! Простите за пафос, я не подведу! Это еще не все! Теперь мой ассистент Лена и на операции с Валей Лукиной тоже! С сегодняшнего дня ты готовишь ее к операции! Спасибо! Это очень неожиданно! Ну да! Я вообще сегодня такой неожиданный! Оформляю ее как положено! Все! Испытательный срок закончен! Ну, смотри мне, Горина, если ты облажаешься… Не облажаюсь! А я знал, что мы с тобой еще встретимся! Галь, только что в таких обстоятельствах… Как ты? Я ног совсем не чувствую! Лучше бы этот урод меня пристрелил! Чем всю жизнь в коляске! Какая коляска, Андрей? Потеря чувствительности временная! Ты серьезно? Я буду ходить? Ну, конечно! Тебя же сам Лазарев оперировал! А я уже думал, все, приехал пацан! Ты пацан, главное, не раскисай! Да, я постараюсь! И верь! Вот каждую секунду верь, что ты выздоровеешь! Что? Профессор тоже человек! Он тоже имеет право подслушивать! Да я не против! А что ты думаешь о докторе Гориной? Хорошая! Помогает людям! Выслушает! Правильные слова найдет! Ну, пожалуй! Ты в курсе, что она будет асситировать мне на твои операции? А я точно буду ходить после операции? Да будешь, будешь! Ты только верь! Каждую секунду верь, что это случится! Слушай! Слушай! О! Диссертация! Диссертация-то хорошо! И вообще мне нравится твое отношение к профессии! Во время операции собрано, сконцентрировано! Спасибо! Ну, вот руки! Руки у тебя немного зажаты! Ты сколько времени спишь? Я не знаю, мало! Дома еще читаю, готовлюсь к операциям! О! Нет! Так не пойдем! Вот! Что ты! Так с ума можешь сойти! Руки-то у тебя дрожат! Ну, а что же мне делать? Пойдем погуляем! Свежий воздух он мозги прочищает, нервы успокаивает! Пойдем! И ты не думай! Это не предложение! Это приказ твоего научного руководителя! Хорошо! Я тут прочитал последние материалы по твоей диссертации! Двигаешься в правильном направлении! Вообще, интересно мыслишь! Спасибо! Молодец! Спасибо! Здесь очень красиво! Очень! Замечательное место! Знаешь, я здесь познакомился со своей женой! Тридцать лет тому назад! Она умерла от лейкемии! Я всю жизнь в медицине! И ничего не смог сделать! Мне очень жаль! Но вы не виноваты! Ну, наверное! Ты очень похожа на нее! Нет-нет, не внешне, а желанием жить! Желанием двигаться вперед! Не смотря ни на что! А что вы? Я не такая! Такая-такая! Ты как под видом медсестры проникла операционно, а? Ну, здорово! Я просто воспользовалась ситуацией! Я же специально в Москву приехала, чтобы увидеть, как вы оперируете! Ну, пациенты тебя очень любят! Да вообще, знаешь, Лен, с тобой хорошо! У тебя есть свет! Ты даришь надежду! Вы серьезно? Абсолютно! Они очень ценят твою заботу, твою нежность, твое отношение к ним! Спасибо! А мне очень повезло, что я оперирую с вами! Так, кукушка хвалит петуха, да? Ну, знаешь, черт возьми, все равно очень приятно! С этого дня ты спишь по восемь часов и два часа в день прогулки на слежем воздухе! Ты мне нужна здоровой и красивой! Ясно? Стараюсь понять, насколько это реально! Это более чем реально! И чтобы доказать тебе, что жизнь – это не только медицина, я приглашаю тебя завтра в консерваторию на концерт Брамса! Ты Брамса любишь? Я не знаю! Так вот и узнаешь! Горина! Читаю твои записи в историях болезни, как курица лапой! Ни слова не разобрать! Почему вы все время ко мне придираетесь? Потому что своим делом не занимаешься! Я тебя сразу раскусила! Учиться она хочет у Лазарева! Как же! Хочу! А что не так? Замуж ты за него хочешь, чтобы удачно сделать карьеру! Наталья Сергеевна, меня профессор в этом смысле не интересует! Ты и я его тоже, уж поверьте мне! Хотелось бы, да не получается! Привет! Привет! Прошу! Спасибо! – Анатолий Иванович! – Да! Я хотела у вас кое-что уточнить по предстоящей операции! Ой, ну, Лена, ну давай не будем сегодня! Такой прекрасный вечер! Не хочется говорить о работе! Ну, я не могу не думать об операции! Ну, а что не думать-то? Достанет час икс, мы наденем халаты, возьмем в руки инструменты и поставим Валю на ноги! Вы меня сегодня весь день удивляете! Да? Да, я была уверена, что вы живете только медициной! Ну, к сожалению, так оно и есть, но это неправильно! Так можно потерять ощущение реальности, стать машиной лишённых чувств! Ты мне скажи, а как тебе концерт? Ой, великолепно! Потрясающее исполнение! А я знал, что тебе понравится! И, кстати, дирижер – мой друг! Да? А вы знаете, вы с ним похожи! Правда? Угу! Когда дирижируете в операционном! А, ну да! Ну, что-то в этом есть, да! Это же тоже своего рода искусство! Да? Ну, разве это не счастье? Счастье? Ну, и для меня счастье – это когда мир в душе, а рядом человек, который во всем тебя понимает! Ой, извините, я отвечу! Да? Маш, да? Что? У нас трубу прорвало, и мы затопили соседей! Я уже здесь, я поднимаюсь, да! Так, ну, пойдём, я с тобой! Маш, ну, а что здесь происходит? Из-за нас отключили воду во всем подъезде! Соседи уже приходили, наезжали! Тихо-тихо-тихо, спокойно! Такие операции я тоже проводил! Инструмент в квартире найдётся? Да, на кухне под раковиной были ключи! Ну, сейчас всё решим! Ну, сейчас всё решили! А-а-а! Ну, всё, дамы, протечка ликвидирована. Так что звоните! Пусть открывают стояк. У вас реально золотые руки. Выпейте с нами чаю. Ой, да знаете, я бы выпил, если честно, что-нибудь покрепче. Маша, а где тазик? Тазик? Да это кот хозяйский. Блин, наверное, сбежал. Хозяйка точно нас прибьет. Может и не прибьет, но прогонит точно. Так, дамы, у меня тоже был кот. Сбежавшие коты имеют особенность подниматься вверх, по лестнице. Так что искать надо на чердаке. В этом доме нет чердака. Ну, тогда на крыше. Точно. Вот мужик. Ну, куда же делся этот тазик? Да ты не волнуйся, коты они обычно сами возвращаются. В детстве я мечтал стать не просто космонавтом, а космическим врачом. Правда? Такой, космической скорой помощью. Летать на своем корабле от одной яркой звезды до другой. Спасая людей. Интересная жизнь. Да. Чинить кран. Искать кота. Важно ведь не что, а с кем. А вот и он. Тазик? Откуда он свалился? Ну, наверное, с одной из этих звезд. Я думала, что твой профессор старый ботан с тросточкой. А он настоящий мужик. Он женат. Ведовец. О, отлично! Я не в том смысле. Просто, понимаешь, настоящие мужики, они на дороге не валяются. Профессор. Красивый. Умный. Еще и запал на тебя. Глупости не говори. Где он и где я? Да даже если и так, я-то в него совсем даже не влюблена. Это важно. Проходи, проходи, Лен. Проходи. Принесла документы, как вы просили. Горло побаливает. Ну, видимо, все-таки продул на крыше, когда я искал кота. Да. Я ведь человек кабинетный. Да. Прошу, присаживайся. Спасибо. Ну, я надеюсь, вы быстро поправитесь. Ну, теперь уж точно, раз ты пришла. Как дела? Все нормально. Андрей уже встает. Васильич тоже. Я… Я не про работу. А про что? Про тебя. Про меня. Про нас с тобой. Не умею я говорить красиво. Поэтому скажу прямо. Выходи за меня. Вчерашний вечер с тобой, он меня, он меня как будто пробудил. Я, понимаешь, я думал, вообще я останусь один до самого конца. А теперь я снова хочу жить. Будем работать вместе. Ты представляешь, сколько мы все натворим, а? Да. Совершим прорыв в медицине. А, ты согласна? Я… Я не ожидала. И я не знаю, что сказать. Кошмар! Вы с ума сошли? Извините, я не специально. Что дальше? Как я в таком виде в метро поеду, а? Ничего. Сейчас исправим. Я тут живу недалеко. Поехали. Приведем вашу одежду в порядок. Я… Я не могу. Но в общественный транспорт вас не пустят. У вас нет другого выбора. Угощайся. Да не будешь ты так. Я же не маньяк. Откуда мне знать? Может, у тебя в стакане снотворное, а под кроватью веревка и нож? Я снотворного. А, кстати, веревка и нож имеются. Мои рабочие инструменты. Знаешь, я, пожалуй, пойду. Одежда еще не высохла. Высохнет на мне. Отойди. Отойди. Я кричать буду. Да что я такого сделал? Знаешь что, я не люблю, когда меня пугают. Да не пугаю я. Я в МЧС работаю. Спасателем, честно. Просто вчера в шахту лифта пришлось спускаться. Тут рядом, на лесной. Ну, хочешь, я тебе удостоверение покажу? Вот. Нет, я знаю, конечно, что корочка производит эффект, но такое впервые. У меня просто папа в МЧС работал. Ты, кстати, на него похож немножко. А-а-а. А где твои родители живут? А, мама умерла, у папы другая семья. Извини. Ничего. Ой, извини. Ага. У меня пора. Подруга потеряла ключи от квартиры, теперь не может закрыть дверь, а ей уходить. Так я отвезу. Нет, я сама доберу, спасибо. Так одежда же еще не высохла. А, да. Ладно, забирай свитер. Что-то не нужно. Хорошо. Тогда меняю свитер на номер телефона. Идет? Сейчас. Сейчас твою одежду принесу. Это то, что еще не надо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Это более ничто по сравнению с тем драйвом, который получаешь от езды. Это словами не описать, нужно ощутить. Жаль, что тебя в детстве так сильно напугали. Я хочу попробовать. Ты серьёзно? Скорости не бойся. Впусти её в себя. Слезь из ней. Дай, не вздумай закрывать глаза. Ты увидишь город таким, каким никогда я его не видела. Можно только не очень быстро. Нельзя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это просто невероятно! Такая красота! Ваня, такой адреналин! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты адреналин! И красота! Скажи, у тебя в детстве прозвище было? Ну, было. Но мне оно не нравилось. Дай угадаю. Рыжик. Нет? Нет. Подсолнух. Грубо, да? Мужское какое-то. Да нет, цветы всегда женского рода. А что, похоже? Особенно улыбка. Откуда у подсолнуха улыбка? От солнца. Подсолнух. Кажется, я в тебя влюбился. Давай завтра встретимся. Даже не знаю. Мама. Что не так? Чего загрустила? Знаешь, мне кажется, будто я все еще лечу на мотоцикле. И мимо меня проносится вся моя жизнь. Куда она летит? А тебя это пугает? Когда ты рядом, нет? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Боже мой, я проспала. Я будильник не услышала. Так это я его отключил, чтобы ты отдохнула. Что? Ты с ума сошел? Мне домой еще надо заехать. Ты перед работой. Надо. Вещь одну взять, чтобы владельцу отдать. Обручальное кольцо? В постели неудачно шучу, как всегда. Поехали. Я всем рассказал, что сделал тебе предложение, и очень рад видеть, что ты согласилась. Лена, дорогая, я тебя поздравляю от всей души. Поздравляю. Без совестной алгунья. Будь счастлива. Ну, все-все, хватит поздравлять, у нас через полчаса операция. Очень интересный случай. Лена, мы тебя ждем. Я сейчас. Спасибо. 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 , спасибо. . Спасибо. Спасибо. , спасибо. 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 , спасибо. , спасибо. 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 , спасибо. Спасибо. Я прям так влюблён в эту девку. Ну, ты посмотри, во что она тебя превратила. Полин, отстань. Ну, я же лучше. И я вся твоя. Полин, ну, чего ты унижаешься, а? Ну, я же сказал тебе, хочу побыть один. Тебе надо расслабиться, Ванечка. Я знаю, как это сделать. Поехали. Поля, оставь меня в покое, ну? Ну, ладно, ладно, Ванечка, не злись. Просто не могу смотреть, как ты страдаешь. Я тебе завтра позвоню. Пока. Девушка, подождите. Что вам нужно? То есть, ты и есть та самая коза, которая возомнилась, что сможет увезти у меня мужика? Ну-ну. Я тебя даже не знаю. Зато я знаю. Ничего у тебя не выйдет. Ты же серая мышка. Что ты ему дашь? Поделишься своей серостью? Ему нужна другая жизнь. Полная страсти и адреналина. А ты о таком даже не слышала. Мне кажется, мы с тобой разных мужчин знаем. И по-разному к ним относимся. Мой тебе совет. Забудь его. Он не для тебя. И не для тебя уж, то есть? Ну, что же, Ленточка, жизнь еще теплится? Не то слово, Павел Васильевич. Показатели у вас отличные. Мы еще вас понаблюдаем недельку, ну, на всякий случай. И выпишем. Ленточка, что-то с тобой не так. Ты всегда такая веселая, отзывчивая. Что случилось с красавицей? Поссорилась с любимым? Ну, да. Он меня бросил. Я столько должна была ему сказать, но не смогла. А он подумал совсем не то. А ты объясни так, чтобы он подумал то. Поздно. Его уже другая утешает. Если бы он меня любил, он бы к бывшей не вернулся. Ну, ты просто не понимаешь его мотивов. Ты просто поговори с ним. Любовь – ошибка. Надеешься на одно, а получаешь совсем другое. А потом страдаешь. Нет. Лучше выйти замуж за человека, который тебя уважает и ценит. Лучше в таком состоянии не принимать серьёзных решений. Можно понаделать новых ошибок. Ну, ты как? Полегчала? Да. Маша, я не знаю, что мне делать. Как что? Выходи за Лазарева и не парься. Да не люблю я его. Тебе уже сто раз говорила. Ну, да. Раньше… Раньше я его боготворила, а теперь просто пустота. Ну, это временно. Уважение вернётся, а потом и другие чувства появятся. А у тебя… У тебя появились к твоему директору птицефабрики? Прикинь, он оказался зоотехником. Ну, профессор-то другое дело. Так что скажи старику да и спокойно выходи за него. Нет. Ну, скажу я ему об этом только после операции. Да. Хорошо. Есть ещё время поумнеть. Девушка, добрый день. Не подскажете, как проехать на проспект Мира? Была у подружки и заблудилась. Так это ж легко. Вон за тем домом поворот налево. Там и проспект. За каким домом? Вот за этим? Да нет, нет. Вон за тем, серым. Блин, они тут все серые. Слушайте, а вам не в ту же сторону? Не к метро? Ну, да. Так может, я вас подброшу и вы мне подскажете, как ехать? Супер. У вас классная тачка. Спасибо. Шикарно живёшь. И не торопишься никуда. А как тебе это удаётся? Работаю на телевидении и в ток-шоу. Ищу интересные женские истории. Драмы, любовные треугольники. Ну, и всё в этом духе. Классная работа. И что, хорошо платят? Ну, неплохо, как видишь. Недавно была в Париже. Там был очень крутой показ. Вот решила обновить себе гардероб. Класс. А тебе помощница, случайно, не нужна? Помощницы нет. Но вот интересные истории нужны. Жизненные. Чтобы все сначала зарыдали, потом от счастья прыгали. Кстати, мы за них хорошо платим. Хорошо это сколько? На Мальдивы хватит? Ну, на Мальдивы вряд ли. Но вот на Турцию вполне. А что, ей с чем поделиться? Подруга обещала выйти замуж за шефа. А потом влюбилась в его сына Ивана. Хм. Звучит неплохо. Так, и что дальше? Чем всё закончилось? Да пока ничем. Она думает, какие быть. Слушай, Маш, ну, мне кажется, это очень интересная и перспективная история. Давай посмотрим, как всё будет развиваться. Ты отслеживай каждый шаг своей подружке и сообщай мне. И когда поймем, к чему всё это идет, мы позовем вас на съемку. Ну, и заплатим, естественно. Серьезно? Меня покажут по телеку? Ну да. И учти, что многие с этого начинали карьеру. А тебя красотку обязательно заметят. Класс! Анатолий Леонидович, когда операция у Вали? Ровно через месяц. Как через месяц? А что, ты так торопишься стать моей женой? Я просто думала, что операция состоится через две недели. Конструкция уникальная. Изготавливается в Швейцарии под заказ. Инструменты тоже. Так что возникли технические сложности. Но всё же будет нормально, дольше не затянется. Конечно. Мы проведем операцию вовремя и тотчас взлетим на Олимп мировой медицины. Ты хочешь на Олимп? Я хочу Вале помочь. Лена, у меня не покидает ощущение, что ты что-то скрываешь от меня. Ну, скажи, что тебя волнует? Ты же знаешь, ты можешь мне доверять. Анатолий Иванович, как ваш сын? Вы помирились? Часто видитесь? Ну, признаться, я не общался с ним с тех пор, как хотел вас познакомить. Вот, всё, не соберусь ему позвонить. Кстати, надо заехать к нему. Валерий Иванович, ты не отвечаешь на звонки. Что случилось? Ты со своей Рыженькой поссорился? Мы расстались. Почему? Да я сам не знаю, вначале было всё хорошо, потом внезапно всё стало плохо. Так бывает, когда появляется другой. Это она тебе сказала, что у неё появился другой? Она ничего не сказала. Просто отдалилась и всё. Ну, ты добейся ответа, ты должен с ней, ну, хотя бы поговорить. Да, я пытался. Она отмалчивается. Ну, так ты ещё раз попытайся. Но мало ли, какие у неё проблемы. Она должна видеть, что ты её любишь. Бать, ну, мы же уже это проходили с тобой. Вместе с мамой. Не буду я выполнять твои приказы. Я буду делать так, как я сочну нужную. Понятно? Понятно. Знаешь, а моя тоже что-то грустит. Отдаляется. Я тоже не знаю, почему. Может, она передумала и боится сказать? Все они рыжие такие. Я вижу, ты её любишь. Любимому человеку нужно постоянно рассказывать о своих чувствах. Напоминать о том, как они дороги нам. Свою любовь нужно доказывать. Каждый день. Каждую минуту. Хорошо. Я докажу. Поцелу, я люблю тебя. Стань моей женой. Ты же только недавно сидел со своей девушкой в спортбаре. Ты была там? Да. Я видела меня с Полиной. Ну, да. И почему ты не подошла? А зачем? Все и так ясно. Да ничего не ясно. Это все её ловки. Мне нужна только ты. Ты согласна стать моей женой? Ваня. Да. Ваня, я так боялась, что ты больше не придешь. И сегодня мы не расстанемся? Нет. И вечер ты проведешь со мной? И жизнь. Сегодня расскажу Ване всю правду. А вдруг не поймет? Поймет. Я же вижу, он меня по-настоящему любит. Обязательно поймет. Ну, хорошо. А профессор? А я потом с ним поговорю. Ты можешь все потерять. Все, кроме Вани. А больше мне ничего не нужно. Ты рад за меня? Да не то слово. А то уже молоко киснет от твоей физиономии. Так. Все. Полина, привет. Кажется, пора приглашать нас в студию. В истории моей подруги намечается обалденный поворот. Ага. Прямо Санта-Барбара. Там все, как ты хотела. Да-да-да-да-да-да-да. Ага. Да. Войдите. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Здравствуйте. Я Лена. Невеста Вани. Очень рад познакомиться. Взаимно. Только я совсем другой тебе представлял. Ваня говорил, ты рыженькая. Решила сменить имидж. Хочу сделать Ване сюрприз. Так, значит, вы с ним помирились? Угу. Это замечательно. Да, это прекрасно. А где Ваня? Дело в том, что я хочу, чтобы вы стали частью моего сюрприза. Ваня очень переживал, что мы с вами не познакомились. И поэтому я хочу, чтобы мы с вами поехали к нему вместе. Прямо сейчас? Да. Ну, я не очень понимаю ход твоих мыслей, но, ну, хорошо. Подожди мне в приемной, я быстро соберусь. Хорошо. Хорошо. Я вас жду. Телефон звонит. Ваня. Алло, да, Ванечка. Ты только сейчас подъезжаешь? А, ну, хорошо. Я подожду тебя у подъезда. Да, давай, пока. Ну, вот. Сюрприз не получится. Он только сейчас подъедет. Ну, как не получится? Я же здесь. Ну, это не тот эффект неожиданности. Анатолий Иванович, а давайте сделаем так. Вы сейчас подниметесь в квартиру, мы с Ваней заходим, а вы уже там. Ага. И тогда Ваня точно удивится. Ну, пожалуйста. Ай, ну, ладно, мне не трудно. Если ты так хочешь. Слушай, я уверена, Ване очень понравится наш сюрприз. Ты собиралась сообщить мне что-то важное? Что? Это уже не такое важное? Такое. Просто я очень хочу, чтобы ты меня правильно понял. Подожди. Бать, ты чего? Ты что здесь делаешь? Что? Что она тут делает? Бать! Бать, это моя Лена. Моя невеста спит с моим сыном. Это твоя Лена? Пацан, скажи что-нибудь. Это правда? Пацан, скажи что-нибудь. Пацан. Войдите. Пацан. Что тебе нужно? Анатолий Иванович, я понимаю, что вам тяжело меня видеть. Но я должна вам все объяснить. А ты уже все объяснила. Ты же объяснила, что нельзя расслабляться, нельзя никому доверять. Анатолий Иванович, ты делала вид, что все прекрасно, а сама? Вы просто не слушали меня, не хотели слышать. И я решила, что я скажу вам всю правду после операции. А, то есть ты боялась, что я тебя прогоню? Сначала хотела прославиться, так что ли? Да я за вас боялась. Ты что, издеваешься что ли? Ты считаешь, что без тебя я не справился бы? А немного ли ты на себя берешь? Вы опять все неправильно понимаете. Потому что я старый дурак. Влюбился, как мальчишка. Я какие слова-то говорил, а? Я представляю, как вы смеялись надо мной со своей подругой. Я никогда над вами не смеялась. Я ценила ваши чувства. Так ценила? Что спала с моим сыном? А почему, а? А почему именно с ним? Ну, я не знала, что Ваня ваш сын. Мы с ним случайно познакомились. Мало того, что ты меня опозорила на весь мир. Ты ведь меня с Иваном поссорила. Я не хотела, чтобы так получилось. Я просто запуталась. Значит так. С этой минуты у тебя больше нет ни работы, ни научного руководителя для твоей диссертации. И я не хочу тебя больше видеть. Ясно? Да. Здрасте. Здрасте. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Все-таки уходите. Не по своей воле. Валь, поверь, я была готова на все, чтобы участвовать в твоей операции. Вас увольняют? За что? Вы ведь такая хорошая. Не такая уж и хорошая, как выяснилось. Но ты не переживай. Я всего лишь ассистент. Лазарев прекрасно справится без меня. Может, я его попрошу, чтобы вас не увольняли? Валюш, спасибо, но я боюсь, это не поможет. Но у тебя все будет хорошо. Ты только верь. Да? Спасибо. Пока. Доктор, я все понял. Я буду принимать лекарства, которые вы мне прописали. Ну, и зарядку делать. Обязательно. Не забывайте, пожалуйста. Спасибо. Павел Васильевич. Ну, всего доброго. Дочка, случилось что? Да уволилась я, Павел Васильевич. Все вещи уже в такси. Понятно. Остановка петушки, выгружай свои мешки. Ну, зато теперь лгать не надо. Я правильно понимаю, ты больше не невеста Лазарева. Теперь я могу все объяснить Ване. Но захочет ли он меня слушать? Он должен тебя постараться понять. Он что, никогда не ошибался? Ну, он меня не обманывал. Да потому что не попадал никогда в такую сложную ситуацию. Ты поговори с ним и поймешь, любит он тебя или нет. Ох, Павел Васильевич, я боюсь, что одной любви тут может уже не хватить. Любви хватит на все. У нее нет предела. Вот что. Записывай мой телефон, звони, если понадобится помощь. Я не могу. Чего тебе? Вань, выслушай меня, пожалуйста. Ты спала со мной, приняла мое предложение. И все это время была невестой отца. На что ты надеялась? Я не собиралась никого обманывать. Анатолий Иванович сделал мне предложение. Просил подумать. И тут я встретила тебя, и я влюбилась. И стала водить на занас обоих? А что, отличное развлечение. Соблазни сына и отца. Не говори так. У меня с Анатолием Ивановичем ничего не было. Я не собиралась соглашаться и выходить за него замуж. Я просто ждала одну важную операцию. Я хотела, чтобы никто не пострадал. Чтобы ты не пострадала. Говори уже как есть. Ты использовала меня и отца. Ты такая же, как Полина. Только еще циничнее. Вань, почему ты мне не веришь? Я люблю только тебя. Послушай, ну поверю. Не едино по твоему слову. Семеновна. Упустила ты свое счастье, Семеновна? Я не была бы счастлива с Лазаревым. То есть, ты ни о чем не жалеешь? Жалею. Жалею, что причинила им боль. Что не довела Валю до операции. Я думаю об этом постоянно. Ты лучше подумай, на что теперь жить? Да я не знаю. Пока не знаю. Но для начала я вернусь к диссертации. За нее не заплатят. Знаешь, у меня просто есть один контакт на телеке. Если твою историю в студии рассказать, то за это можно получить хорошие бабки. Ну, ты подумай, на что жить? На мою зарплату на рынке? Квартиру не потянуть. Маш, не волнуйся, я устроюсь на работу. Ага, разбежалась. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Доктор Штейн? Да, конечно, помню. Да, это так, я ушла из института. Работать, конечно, хочу. А, собеседование? Завтра? Конечно, смогу. Да, спасибо вам большое. Договорились, да. До завтра. Ну, ты, Ленка, фартовая. Надо же, и работа сразу нашлась. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Моем. Сушим. Шьем? Елена Семеновна, поздравляем вас с первой удачно проведенной операцией в нашей клинике! Ура! Спасибо, дорогие коллеги. Мне очень приятно. Я был уверен, что вы очень быстро станете душой нашего скромного, но прекрасного коллектива. Я вам очень благодарна всем. Ура! Ура! Спасибо. Поздравляем. Спасибо. Молодец. Я всегда верил в ваш профессионализм и лидерские качества. Присаживайтесь. Спасибо. Поэтому не стал вас мариновать в ассистентах, как наш друг Лазарев. Я вам очень благодарна. Вы были на операции? Как все прошло? Сработала методика Лазарева? Ой, сколько вопросов. Да, я был, поэтому и хотел вам кое-что сообщить. Несколько десятков мировых специалистов-вертибрологов наблюдали провал Великого Лазарева. А что случилось? Почему? Толя очень нервничал. У него сразу все валилось из рук, причем в буквальном смысле этого слова. Поэтому он был вынужден с позором отменить операцию. Это все я. Что с вами? Голова кружится. Сейчас. Можно я пойду? Да, конечно. Позвольте, я вас провожу. Я сама. Спасибо. Как знаете, поздравляю вас с первой операцией. Все было замечательно. Но только помните, что завтра вторая, послезавтра третья. И я на вас очень рассчитываю. Конечно, Аркадий Борисович. Поздравляю вас. Вы беременны. Вы не рады? Не знаю. Просто я не ожидала. Ну, вы уже не девочка. Быстро свыкнетесь с этой данностью. Другое дело мужчины. Но, надеюсь, что отец ребенка будет доволен. Он ее знает. Очень жаль. В таком случае решать только вам. Если я решу рожать, карьере конец. Вот тебе и ответ. Делай аборт. С ребенком не только карьере конец. Но и мужика нормального не найдешь. Кому-то нужна будешь с прицепом. Аборт без вариантов. Нет. Это новая жизнь. Я за нее отвечаю. Тогда пусть твой Ваня тоже отвечает. Материально, как минимум. Обратуй его. Скажи, что у него будет ребенок. Давай, звони. Он все равно трубку не возьмет. Попробуй набери. Ну, ты видишь, сбрасывает. Вот лох. Тогда сходи к нему. Он меня на порог не пустит. Тогда я пойду. Так даже будет лучше. Чтобы его не нервировать, мы спокойно все обсудим. Маш, привет. Привет. А ты что тут делаешь? А я живу здесь неподалеку. А ты? Подруга попросила сходить к ее парню. У них там такое закрутилось. Так. Профессор их застал. Выгнал ее с работы. Парень ее видеть не хочет. Она еще и беременна. Так. И что? И ты собираешься пойти к ее парню уговаривать, чтобы он вернулся? Еще что уговаривать. Пусть раскошеливается. Вообще, знаешь, я бы на ее месте сделала аборт. Да. Ее положение это самое правильное. Да. Но Ленка не тот случай. Слушай, мне кажется, ты вообще не должна ходить к этому Ивану. Ну, зачем тебе этот негатив? А если хочешь помочь подружке, скажи, что он тебя послал и вернулся к бывшей. А если она узнает? Она ж меня никогда не простит. Она тебе еще спасибо скажет, когда будет воспитывать своих детей с нормальным мужиком. Все, Машунечка, мне нужно бежать. Давай, до встречи. Давай. Расскажешь потом. Этого не может быть. Он правда сказал, что ему не нужен ребенок? Еще и добавил, что это не он отец. Ну, я ведь больше ни с кем. Я знаю. Ну, так все мужики говорят, когда не хотят признавать ребенка. Ну, я думала, он не такой, как все. Неужели я в нем ошиблась? Ошиблась. Он уже сошелся со своей бывшей. Она его в спальне ждала. Ему по барабану и ты, и твой ребенок. Здравствуйте. Это Елена Горина. Я была у вас сегодня утром. Да, хочу записаться на аборт. Давай я с тобой схожу, чтобы тебе легче было. Не надо. Легче меня не будет. Сама пойду. Легче меня не будет. А не поужинать ли нам вместе? Я знаю. Один прекрасный ресторан. Мне надо домой. Ой, Леночка, у меня складывается такое впечатление, что я вам не очень нравлюсь. Аркадий Борисович, я вас уважаю. Но раз уж вы заговорили об этом, то мне кажется, хотя это ваша клиника, а не моя, мне кажется, что опыт сотрудников и качество оборудования позволяет клинике браться за более сложные операции. Ага. А зачем? Чтобы в один прекрасный день все потерять, как Лазарев? Нет, нет. Пусть это дураки стараются. Кстати, а вы общаетесь с Лазаревым? Ходили слухи, что вы были его невестой? Это не слухи. Но с тех пор мы не общаемся. А кто же из вас передумал, почему вы не стали его женой? А ваша жена знает, что вы приглашаете сотрудниц на ужин? А при чем здесь моя жена? А при чем здесь Лазарев? А может, это у меня профессиональная ревность? Профессиональная? Это хорошо. Хорошо. Я как раз вам хотела показать одного мальчика. Ой, Лена, вы все о работе и о работе. Вы синий чулок. Показывайте вашего мальчика. Сережа упал с крыши гаража и неудачно приземлился на камне. Первый ждем позвонок. Больно? Нет, не больно. Ему больно. Просто он очень мужественный парень. Не хочет признаваться. Сереж, ты кем хочешь стать? Конструктором. Буду проектировать летательные аппараты. Вот. Это мой проект ударного вертолета. Ага. Замечательно. Замечательно. А как называется? Пока еще беднозвание. Основан на базе ночного охотника МИ-24. Очень хорошо. Но название надо придумать. Ребенок все знает про вертолеты. Я не ребенок. И мне нужно обязательно вылечить позвоночник. Я должен сам испытывать свои машины. Ну, тихо, тихо, тихо. Вы же сможете нам помочь, доктор? Скажите, у нас есть шанс? Давайте поговорим у меня в кабинете. Ну что, рад был познакомиться. Сережа, пройдемся. Вашему сыну нужно установить имплант позвонка. Ну, это очень сложная операция. У нас в клинике такие не делают. Ну, я считаю, надо рискнуть. Лазарев проводил их успешно. А я много раз ему ассистировала и прекрасно знаю методику. Ну, сама-то не оперировала? А где Лазарев? Где? Его тут нет. Говорят, он сейчас вообще не практикует. Я все-таки считаю, что риск не оправдан. А что, может быть хуже? Ну, при неудачном исходе будут повреждены соседние позвонки. И мальчик на всю жизнь будет прикован к коляске. А так, за счет реабилитации он все-таки будет ходить. С палочкой. Лучше с палочкой, чем всю жизнь на коляске. Если Сережу прооперировать, то большая вероятность того, что он снова будет бегать. Так же, когда травмы? Конечно. Вы даете сто процентов? Нет. Я говорю, что вероятность велика. Мы не будем рисковать здоровьем ребенка, если не будем уверены на сто процентов. Ну, как ты? Папа отказался? Да? Да. Но я постараюсь его переубедить. Володь, мне нужно комплексное обследование Сережи. Насколько тщательно? Максимально, как предоперационное. Результаты сразу же мне. Аркадий Борисович, что-то в курсе? Сделай, что я прошу. А со Штейном я сама разберусь. Ну, хорошо. Настенька, а вот и мамочка наша пришла, измученная нарзаном. Ой, не говори. Со Штейном все труднее. Как ты, моя самочка? Да прекрасно. Она спала, но только ты зашла ее, вон, словно лампочку включили. Теперь вот надо попробовать ее уложить. Давай я сама. Да ты же вырубаешься. Да ничего. Уже нет. Ну, держи, держи. Ну, ладно, давай. Я ей спою колыбельную, которую мама пела в детстве. Ой, мне бы кто колыбельную спел. Вот, не ко мне. Баю-бай, усни моя малышка. Баю-бай. Настенька спит, как младенец. Нравится завтрак? М-м-м. Очень, Маш. Что бы я без тебя делала? Знаешь, если честно, мне так не хочется связываться с посторонними нянями. Ну, конечно. Своя-то няня лучше. Да я ей не жалуюсь. Настенька замечательная девочка. Я уже к ней привыкла. Да и работы-то знаешь, сейчас не найти. Денег подкинешь немного? Да, конечно. Слушай, а интересно, ну, как там твой Лазарев? Ну, думаешь, он помирился с сыном? Надеюсь. Неужели тебе совсем не интересно, что с ними? Нет, почему интересно. Просто я стараюсь забыть обо всем, что было. Пора о своей жизни подумать. Не все же жить работой да пеленками. Тебе нужен мужчина. Такой же целеустремленный, энергичный, как ты. Мне и одно и хорошо. Вот как вы просили, полное обследование мальчика. Спасибо, Володь. Лена, мне не нравится, когда кто-то не выполняет мои указания. Это видят не только пациенты. Это видят и сотрудники. Послушайте, мы врачи. Для нас главное – это здоровье пациента. Но родители мальчика против операции. Я их уговорю, если вы меня поддержите. А я не могу рисковать репутацией всей клиники. Вот именно. И не надо сваливать на родителей. Это вы боитесь. Не они. Что вы задумали? Вы опять общаетесь с Лазаревым? Нет. Но я думаю, что он смог бы помочь в случае с Сережей. Елена Семеновна, мы не договорили. Простите, мне нужно домой. Ребенка не осколимо осталось. Ничего не получится, дорогая моя. Ты же знаешь, такие операции делает только Лазарев. А его, по твоей милости, здесь нет. Неужели нельзя его вернуть? Мы пытались. Бесполезно. Но слишком близко принял к сердцу то унижение. Лена, ты хоть понимаешь, что ты натворила? Понимаю, Анатолия Сергеевна. Поверьте мне, жить с этим очень тяжело. Но я очень хочу вернуть Анатолия Ивановича. Для науки, для пациентов, для него самого. Сразу предупреждаю, звонить ему, заходить домой бесполезно. Он все равно не ответит и не откроет. Но каждое утро он бегает в парке. Спасибо. И я тебе этого не говорила. Я постараюсь его уговорить. Анатолий Иванович, здравствуйте. Анатолий Иванович, я должна с вами поговорить. Я не хочу с тобой разговаривать. Но это очень важно. От этого зависит жизнь 10-летнего мальчика. Как поживает мой сын? Не знаю. Я не видела его с тех пор. Вы разве не вместе? Нет. Он, как и вы, не захотел меня выслушать. Уверена, что Ваня прекрасно живет без меня. Ладно. Зайдем ко мне, выпьем чаю и поговорим. Я тоже ни разу не видел вас с тех пор, как застал вас. Я вообще думал, вы поженились. Анатолий Иванович, я очень вас прошу. Что? Не выражать прошлое? Боюсь, не получится. Пожалуйста, вернитесь в клинику. Вы должны спасать людей, тех, которых кроме вас спасти никто не может. Даже Штейн? Даже Штейн. Есть один мальчик, Сережа. Ему 10 лет. У него точно такая же травма, как у Вали. Я считаю, что ваша инновационная конструкция – это то, что ему нужно. Снимки у тебя с собой? Да, конечно. Ну, да, 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 да. Это наш пациент. Вы прооперируете его? Я готов вернуться в клинику, но только при одном условии. Ассистировать мне будешь ты. Зачем вам я? Ну, ты теперь не хуже меня разбираешься в моем методе. Я не хочу тратить время на поиск и обучение нового ассистента. У меня будут проблемы со Штейном. Решение с тобой. Посмотрите на этого футболера, а. Коллега. Нога деревянная. Его гнать надо из футбола, а не миллионные контракты предлагать. Да нормально играет, чувак. Он всего один раз промазал. Да ему платишь, чтобы он не мазал. Ты, что ли, платишь? Ты что, вписываешься за ним, а? Ты что, ему родственник, что ли? Или, может, он друг твоей жены? Да ну ты за базаром-то следи, Вано! А то что? На кулак мне она мотает. Рискней! Давай! Тихо, тихо, успокоились! Вы чего завелись из-за какого-то футболера? Сядь! А ты давай со мной на свежий воздух! Давай, давай, давай! Пусть остынет! Да не нужно мне свежим воздухом дышать! Тихо, тихо, Ванюшка! Деревянной ногой! Давайте! За дружбу! Привет! Правда, нам было хорошо? Голова раскалывается! Я сделаю тебе кофе! Стой! Не трогай его! Что с тобой, Вань? Что со мной? Что с тобой? А? Что ты тут делаешь? Зачем вот это все? Ты что думаешь? Затащил меня пьяного в койку. И все снова как было? Ну, тебе же раньше все нравилось. А что теперь не так? Да все не так, Полина! Это все не имеет значения, если нет чувства! Почему же нет чувства, Вань? Чем я плоха? Да миллион мужиков припадет к моим ногам, если я захочу. Например, твой друг Сашка. Он же слюной исходит, когда меня видит. А вот тебе все не так. Полин, я не люблю тебя. И ты меня никогда не любила. Но нам же было хорошо всегда вместе. Да это потому, что не с чем было сравнивать. Смешно. Наталья Сергеевна, здравствуйте. Лазарев согласился оперировать Сережу здесь, на кафедре. Хорошая новость. Но он поставил условия. Ассистировать ему должна буду я. Только знала, что будет плохая. Ты же не работаешь у нас. Я как исполняющая обязанности руководителя не могу этого допустить. Послушайте, нам с вами не нужно больше делить Лазарева. Я совершила самую большую ошибку в своей жизни, когда согласилась за него выйти. Ты думаешь, я потеряла память? Как только ты здесь появилась, ты уверяла, что он тебе безразличен. Теперь все иначе. Я сильно поплатилась за свое малодушие. Не ты одна. Мне кажется, нам обеим сейчас важно вернуть Лазарева на работу, чтобы он мог оперировать и помогать людям. Я подумаю. Добрый день. У меня отличные новости. Профессор Лазарев согласился оперировать Сережу. Теперь остается получить только ваше согласие. Ура! Мам! Пап! Это же здорово! А мы по-прежнему против операции. Пап, профессор Лазарев лучший в мире. Елена Слебеновна столько о нем рассказывала. И в интернете написано. Да, вам очень повезло, что он согласился. А профессор Штейн считает его лузером. Так и называет его профессор Лузеров. И я ему доверяю. Это очень некрасиво со стороны Штейна. Потому что в своей клинике он много лет пользуется наработками Лазарева. И не он один. Я сама приехала в Москву, чтобы учиться у Анатолия Ивановича. А почему же он ушел из медицины? Личные обстоятельства. Но теперь он готов вернуться, чтобы сделать операцию вашему сыну. А я буду ему ассистировать. И Сережа сможет ходить, как раньше? Сможет. Подождите, но вы же не давали сто процентов гарантию. Ну, если будет оперировать Лазарев, то шансов больше. То есть, это мы будем виноваты, если откажемся? Жень, я прошу тебя, надо верить и делать все возможное. А транспортировку в клинику Лазарева я беру на себя. Ну, если вы уверены, что ему не станет хуже. Класс. Привет, Лен. Это мой друг Алексей. Мы на бизнес-тренинге познакомились. Помнишь, я тебе говорила, Алексей руководит консалдинговой фирмой. Ну, спасаем утопающий бизнес, доводим до процветания и продаем. Он с одной сделки купил себе шикарную квартиру на Тверской. Ну, там сейчас ремонт. Так сказать, вкладываю большие средства. Все должно быть на высоком уровне. Кстати, как только сделаю, обещаю позвать на новоселье. А Лена у нас звезда хирургии. Она операции на позвоночнике делает. О, ничего себе, люди готовы большие деньги за операции платить. А за такое так вообще последнее отдавать. А если не секрет, сколько в среднем получается? Я не думаю, что готова это обсуждать. Классная у меня подруга. Ну, мы пойдем наверх. Погуляешь часок-другой. Погода хорошая. Часок погуляю. Спасибо. Ну, что, пойдем погуляем. Еще часок в парке. Мам! Что? Ну, что, Настюш, пора домой, да? Уже уходите? Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить. Надеюсь, моя подруга жива? Ваша подруга довольна. Ты че, консультант? Ты че такая нервная? Шутка не понимаешь, что ли? В том-то и дело, что понимаю. А поймет ли Маша? Не думаю, что ей стоит об этом говорить. Пока. Леша такой умный. И так любит свой консалдинг. Может часами о нем рассказывать. Знаешь, была такая фирма… А ты была у него на работе? Нет. А квартиру его на Тверской видела? Ты что, считаешь, что он мне лапшу на уши вешает? Нет. Солидного, серьезного человека видно сразу. Уж я-то в людях разбираюсь. Сама знаешь. Ну, да. Директора птицефабрики и снэдапера ты тоже враз прям-таки раскусила. Ой, вспомнила. Ну, он что, тебе не понравился? Такой галантный. Тебе часто руки целуют? Маша, он мне только руки целует. Он у подъезда пытался ко мне приставать. Ты должна его бросить. Он тебе врет. Что ты сказала? Он к тебе приставал? А может, наоборот? Может, это ты решила отбить у меня парня, а он тебе киданул? Маша, ты сама себя слышишь? Ну, зачем мне этот павлин? А ты кто? Суперзвезда? У самой в личной жизни одни обломы. Решила и мне все испортить. Маша, я пытаюсь себя предостеречь. Чтобы я не ушла, да? Хорошо устроилась. Кормят, стирают, убирают, с ребенком сидят. Я тебе в прислуге не нанималась. Все. Я ухожу. И не смей меня останавливать. Маш, ну, подожди хотя бы один день, а? Ну, завтра мы оперируем Сережу. Где я няню найду? Я тебе сказала нет. И не приближайся ко мне. Выкручивайся сама, как хочешь. Хватит с меня унижений. Звук. Звук. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Алло, Павел Васильевич, здравствуйте. Леночка, рада тебя слышать. Как поживаешь? Ну, если честно, не очень. Вы меня простите, пожалуйста, что я вам раньше не звонила просто. Болтать. Ну, я сам тебе сказал звонить, когда тебе будет трудно. А что случилось? Мне срочно нужна няня для дочери. Прямо сегодня. Может быть, у вас есть знакомый? Ты не волнуйся. Успокойся. Найдем. Скинь мне адрес на телефон. Сейчас скину, да. Хорошо. Договорились. Павел Васильевич, как же я рада вас видеть. Ну, а где же она, а? Ну, няня. Ну, а почему она? Он. Ну, я вполне справлюсь с твоей кнопкой. Я даже не знаю. Я была уверена, что вы имели в виду какую-нибудь опытную женщину. Ну, я, конечно, не женщина. Но опытом мне не занимать. Сколько я своих перенянчил. Сначала детей, потом внуков. Ну, жена-то рано умерла. Ну, что, привет, Настенька. А? Настюха. Какая красавица. На вас похожа. Айдем. Айдем. Роман Атолий Ливанович, вы что, волнуетесь? Ну, есть немного. Как во время своей первой операции, когда я еще был студентом. И как она прошла? Триумфально. А что вы сделали, чтобы справиться с волнением? Да ничего. Просто взялся за скальпель и волнение куда-то само ушло. Ну, что, пойдем спасать твоего конструктора вертолетов? Перчатки там. Спасибо. Благодарю вас, Елена Семеновна, за прекрасную работу. Для меня честь и удовольствие работать с вами, профессор. Ага. Петух и кукушка, да? Да. Ну, как? Да все замечательно. Есть все основания считать, что мальчишка скоро будет бегать. Мы все очень рады, что вы вернулись, Анатолий Иванович. Спасибо, девочки. Но, если честно, я чувствую себя медведем после зимней спячки. Ну, ничего, ничего, ничего. Буду наверстывать упущенное. Вот, надеюсь, Елена Семеновна продолжит сотрудничество с нами. Елена Семеновна работает в клинике у доктора Штейна? Ну, так какие проблемы? Увольняйся. Я не могу. Это будет непорядочно. Ну, и жаль. Как твоя диссертация поживает? Застопорилась. Совсем времени нет. Очень, очень жаль. Твои разработки казались мне чрезвычайно интересными. Мне тоже. Привет. Здравствуйте. Вот. Ну, что вы? Это я пришел посмотреть твою диссертацию. Ну, что там у тебя застопривалось? Вы серьезно? Пришли обсудить мою диссертацию? Ну, да. И вообще, нам надо поговорить об Иване, обо всем. Я могу пройти? Проходите. Проходите. Но о Ване говорить я не хочу. Он сам расставил все точки в наших отношениях. И, пожалуйста, потише. Ты не одна? Ну, так бы и сказала, я в другой раз зайду. Я и в другой раз буду не одна. Пойдемте познакомлю. Это Настенька. Это Настенька. Это твоя дочка? И ваша внучка. Господи. Боже ты мой. Да сколько раз я мечтал, что возьму на руки нашего с тобой ребенка. Но внучка… Это же просто прекрасно. Так, значит, я дед? Так уж вышло. А Иван знает, что у нее есть дочка? Ваня отказался от нее еще, когда я была беременна. Он вообще сомневался, что ребенок от него. Нет. Ну, теперь, когда он узнает, что у нее есть Настенька, я уверен, его отношения изменятся. Ну, ты посмотри. Ты посмотри. Это же точная его копия. Просто Ванька в детстве. Я запрещаю вам говорить ему о дочери. Он сделал свой выбор. А я свой. Для него нас не существует. А для нас — его. Спасибо вам за все, Елена Семеновна. Если бы не вы, этой операции не было бы. Это профессору Лазареву спасибо. Но я ему передам. Теперь я знаю, как назову свой вертолет. Я назову его вашим именем. Это большая честь. Но мне кажется, что боевой вертолет с именем Елена, это как-то не по-боевому звучит. Ты лучше назови его Подсолнух. Так меня звал один человек, который был мне очень дорог. Ладно. Будет Подсолнух. Спасибо вам большое, Елена Семеновна. И спасибо, что меня переубедили. Никогда бы себя не простил. Сереж, ты звони мне. Рассказываю обо всех своих успехах. Да? Ну, и вы тоже не забывайте. Удачи вам. Да, конечно. Обязательно. До свидания. Ну, счастливо вам. Счастливо, Сергей. Не забывай о реабилитации. Список упражнений у вас есть. И выполнять их надо каждый день. Будешь? Да. Всего хорошего. До свидания. Ну, вот видите, как все замечательно вышло. Замечательно. Вы хоть понимаете, что вы натворили? Вы разрушили мою репутацию, обратившись за помощью к Лазареву. И об этом уже все говорят. Разве для вас не главное здоровье пациентов? Вы отказались оперировать Сережу. А я что должна была делать? Что должна делать? Я скажу, что заявление пишите по собственному желанию. Или хотите, чтоб я повод ношу? Не утруждайтесь. Я сама уйду. Настя. Настя, Настя, посмотри. Посмотри, какую тебе дед свистульку купил. Здорово. А вот это вот, это вот, я вообще не знаю, что это такое. Но мне очень нравится. Видишь, какая красивая штуковина, да? Смотри. Анатолий Иванович, ну, зачем вы столько тратите? Она же еще маленькая. Ей все равно. У моей внучки все должно быть самое лучшее. Алло. Нина Львовна. Пожалуйста, дайте мне отсрочку. Еще хотите на две недели. Я устроюсь на новую работу и все оплачу. Ну, вы же... Вы же меня знаете. Спасибо. Настенька заснула. Ну что, Штейн тебя уволил из-за того, что ты оперировала со мной. Правильно? Да. Тебе нужно платить за квартиру, а денег у тебя нет. Нет. Нет, все не так. У меня... Слушай меня внимательно. Вы с Настенькой переезжаете жить ко мне. Что? И никаких возражений. Я не могу допустить, что моя внучка скиталась по съемным углам. Сколько ты должна хозяйке? Немного. Но я, я все отдам с первой зарплаты, как только я устроюсь на работу. Устроишься на работу завтра. Ко мне в институт. Мне кажется, это не очень хорошая идея. После всего, что было. А как же Валя? Ты что, больше не хочешь вернуть ей возможность ходить? Я очень хочу. Вы будете ее оперировать? Да, я возвращаюсь к полноценной работе. Мне нужен еще один заместитель. Если ты понимаешь, кого я имею в виду. Я... Я не могу. Если ты боишься птаху, то не бойся. Я поговорю с Наташей. Ну, что, трусиха, договорились? Вы просто столько для меня сделали. Я... Ну, 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 ну. Ну, 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 ну. Я не могу. Пришла все-таки. Говорила, останешься у Штейна. Собиралась, но он меня уволил. А ты и рада. Ведь Лазарев предложил тебе новое тепленькое местечко. Предложил? Но это не значит, что я претендую на какое-то особое отношение. Да, конечно. Это мы уже слышали. Но все-таки ты поселилась у него в квартире. Я больше не верю тебе, но ничего поделать не могу. Хорошо. Лазарев уже утвердил твою должность. Вот договор от Даши у Альбини на оформление. Наталья Сергеевна, у меня дочь от Вани Лазарева. Он не захотел ребенка, и я воспитываю ее одна. Мне очень нужна работа. Хорошо. Давай я попробую начать с чистого листа. Сейчас у меня операция, а после приходи. Веду тебя в курс дела. Звучит музыка. Ну, красота! Та-та-ти-ти-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Честного нет. Ну, а мне нравится. Этот метод лечения похож на мой, только ты, ты на целый шаг впереди. Ну, этот шаг еще нужно сделать. А у меня на это ни сил, ни времени. Предлагаю прямо сейчас отложить все дела и поработать над твоей диссертацией вместе. Только сначала приготовлю ужин. Ну что, скоро будем ужинать? Ох, а позволь, я тебе помогу. Ну, ты же знаешь, я умею обращаться с ножами. Спасибо, я сама. Лен, послушай, мое предложение, оно в силе. Ваня, я по-прежнему очень хочу жениться на тебе и удочерить Настеньку. Анатолий Иванович, я вам очень благодарна за все, но я все еще люблю Ваню. Да, я, я понимаю, ты прости меня. Прости. Я стараюсь его забыть, но не получается. Зря мы к вам переехали. Я знала, что вам тоже будет тяжело. Да ничего не зря. Ну, что ты? Я справлюсь. Мужик я или нет. Для меня важно, чтобы вы были рядом. И я мог помогать Настеньке. И мы это очень ценим. Ну, вот. А когда попробуете мой фирменный салат, станете ценить еще больше. Че случилось, брат? Я уже забыл, как ты радовался жизни. А че мне радоваться? Что в нехорошего? Хватит жить в прошлом. Надо что-то менять. Так я меняю. Все, сегодня написал заявление. Увольняюсь. Басно. Смешно. Ты че, серьезно? Да. И че ты будешь делать? На Камчатку уеду. У тебя там че, родственники? Нет. Просто дальше никуда. Я знаю, сразу не отпустят. Придется месяц доработать, пока ребята из отпуска вернутся. Я смотрю, ты совсем не можешь забыть свою Лену. Ну, может, лучше ее попытаться вернуть, узнать, что с ней. Раз ты мучаешься без нее. Нет, лучше уехать. Там будет то же самое. От себя не убежишь. Я думаю так, что взяли. Да. Мяк, 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 мяк! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, здравствуй, сын. Ты что здесь делаешь? Я пришел поговорить о Лене. Как это я видел? Сегодня утром она живет у меня. Ну что ж, поздравляю. Что, волнуешься, что я могу помешать вашему счастью? Не стоит. Я вообще скоро уезжаю из Москвы. Далеко и надолго. У нас с Леной нет отношений. Нет? А живете вместе? Не вместе, а в одной квартире. Лена родила дочь. Ну, в общем, так они и жили. Спали в росте, а дети были. Это твоя дочь, Ваня. Ты слышишь меня? Из-за денисов сарказмом куда подальше? Пусти, мать. А то я за себя не ручаюсь. Слушай меня внимательно, Ваня. Я проглядел, когда стала чахнуть твоя мать, пока я пропадал в институте. Через год у нее нашли рак, и было уже поздно. Я тебе умоляю, не повтори мои ошибки. Приходи сегодня, поговори с ней. Помирись. Вано! Срочный вызов! Надо ехать! Вы можете быть счастливы, Вань. Хорошо, батя. Я приду сегодня вечером. И все исправлю. Обещаю тебе. Сегодня же. Песня. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Как она туда забралась? Сейчас сниму девчонку без проблем! Лучше давай я! Ты сегодня слишком возбужденный! Я еще в машине заметил! Молодец, что заметил! Сань, у нее все отлично! Я сегодня узнал, что у меня есть дочь! Да ладно! Поздравляю! Ты давай только осторожней! Там по ходу перекрытия рухнули, дом под снос! Да понял я! Я быстро! Ну что ты, моя солнышко? Что ты такая серьезная? У тебя ж сегодня полгодика! Ну да! Мы будем веселиться сегодня! Да? Будем? Это мой кот! Мурзик остался! Это я за ним полезу! Дядя, пожалуйста, достаньте моего Мурзика! Так ты только не вздумай! Дом наладан дышит! Свалився костей не соберешь! Да не собираешься доставать этого кота? Не переживай! Ладно! Я пойду доложу, что отработали вызов! Ага! Сейчас достанем мы твоего Мурзика! Не переживай! Ой! С именинцей тебя! Спасибо! А! Ну да-да-да! Что такое? Мурзика! Ты чем-то встревожена? На душе я как-то неспокойно! Как будто должно произойти что-то нехорошее! Так уже произошло! Ну ты не пугайся! Хорошая! Я был у Ивана и рассказал ему про Настеньку! Не стоило! Стоило! Ты знаешь, как он обрадовался? И он вообще, он не знал, что ты беременна! Скажи, ты точно ему сообщила об этом? Ну не я, моя подруга Маша! Ну я не знаю, что она ему сказала, но мой сын не собирается отказываться от ребенка! Так что, готовься! Он скоро придет! Как-то все это… Мне страшно! Доктор, как он? Жив, но в состоянии критическое! Альбина! Да! Я домой! Ты сегодня в ночь дежуришь? Да, дежурим! Из-за Кудряшова с третьей палаты повнимательней, может подняться температура! Хорошо, я поняла, все сделаю, не волнуйтесь! Лазарев утром будет доволен! Уж не помню, когда он бывает доволен! Да! А мне показалось, он в последнее время изменился! Стал как-то мягче, внимательней! Особенно к вам, Наталья Сергеевна! Тебе показалось? Не скажите! Я тут все вижу! У него даже взгляд поменялся! Что вы! Стал на вас смотреть как-то по-другому! Не так, как обычно! Не знаю! Хотя, да, он в последнее время стал менее жестким! Но и прислушивается к моему профессиональному мнению! Ну, конечно! Потому что вы это полностью заслужили! Вы ни разу его не подвели! Наталья Сергеевна! Наталья Сергеевна, у нас тяжелый пострадавший! Вареньем честник упал с перекрытия! Иван, срочно в операционную! Смотри! Что я испек для своей любимой внучки! Уверена, очень вкусно! Ну, ты попробуй! Не повредит сладкое, оно поднимает настроение! Лен! Лен, да что с тобой? Беспокоишься, что Ивана все еще нет? Ну, так позвони ему! Ну, позвони! Телефон-то тот же! Ну, давай я позвоню! Не берет! Ну, видно на задание! Да что с тобой! Милая ты моя! О! Вот и Ваня! Алло! Алло! Вань! Анатолий Иванович, это я! Альбина, а почему ты с Ваниного телефона? Анатолий Иванович, ваш сын у нас в клинике! Упал с высоты! Его оперирует птаха! Как он? Плохо! Я еду! Ваня! Анатолий Иванович! Ланечка! Да почему все так? Он поправится! Ланечка! Ну что, сынок? Все в порядке! Через пару дней будем готовить тебя к выписке! Типа здоров, да? Только наполовину? Я когда-нибудь встану на ноги? Ваня! Ну ты же знаешь, я для этого сделаю все, что в моих силах! И даже больше! Так обычно в кино говорят! Я тебе обещаю! Просто нужно время, чтобы твое состояние стабилизировалось! И тогда я смогу поставить тебе мою новую конструкцию! Сколько нужно времени? Ну, мы будем наблюдать за тобой! Я и Лена, мы всегда будем рядом! Будете каждый день ко мне приезжать? Нет, 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 нет! Ты будешь жить у меня! Мы с Леной так решили! Ваня, за тобой нужен уход! Нет, Вась! С тобой я жить не буду! Ты до сих пор не можешь простить меня? Дело не в этом! Я не смогу жить под одной крышей с Леной! Здоровый не жил! А теперь что? Воспользуюсь своей немощью? Вань! Один не справишься! Ты не представляешь себе, насколько сложно жить с парализованными ногами! Может, ты расскажешь? Я сказал, нет! Так! Алло-алло! Да! Да! Да, как-то у тебя здесь депрессивно! И еще этот отвратительный запах лекарств! Это ты их пьешь? Приходится! Ты почему так долго не приходил? Слушай, Вань, работа столько навалилась! Я прям на расхват! А ты как? Скоро встанешь на ноги? Не знаю! Отец обещает, что встану, но пока я их не чувствую! Все ясно! Полин! Ты смогла бы пожить у меня некоторое время? Пока мне нужна будет помощь! Это не долго! Слушай, Вань, я думаю, не получится! У меня работы реально очень много! Я еще и дизайном занялась! Через 40 минут у меня встреча, и мне кажется, я сейчас опоздаю! Поэтому я пойду! Ваня, ты выздоравливай! Все! Рада была тебя видеть! Вот, значит, какая твоя любовь! Ваня, любовь должна приносить радость и удовольствие! А какое сейчас с тобой может быть удовольствие? Одни проблемы! Да, я это заслужил, ты права! Сам такой был! Ой! А вот и докторша! Ладно, не буду вам мешать варговать! Теперь он только твой! У него есть семья, которая его любит! А тебя кто-нибудь любит? Мне хватает, поверь! У меня есть друзья и подружки! В отличие от некоторых! Увидишь Машу, передавай ей привет! При чем тут Маша? Руки убрала! А при том, что была у тебя одна подруга! И та продала! Что ты несешь? А откуда Лазарев узнал, что вы спите с Ванечкой и застукал вас в постельке? Или почему это Ваня не знал, что ты беременна? Может, подруга Маша не сказала? Я не могу поверить, что она могла так поступить! Ты ей заплатила, да? Сколько? Ни-че-го! Представляешь, этой дуре было достаточно обещаний! Она думала, что делает добро! Как же приятно смотреть на твое растерянное лицо! Можешь забирать Ванечку? Хотя я уверена, что ты тоже его бросишь! Ну, кому нужен коллега? Ты сейчас счастлива! Тебе кажется, ты победила в каком-то важном для себя сражении, да? Да, так и есть! Я победила! И да, я счастлива! Это ненадолго! Не может человеку, причиняющему столько зла, быть счастливым! Вань, завтра мы заберем тебя домой! И все будет замечательно, да? Ты будешь целыми днями сидеть рядом со мной и выносить утку! Ну, почему ты не позволяешь о себе заботиться? Это нормально! Мы же, мы же любим друг друга! Да! Да, я люблю тебя! Когда узнал, что ты родила дочь, я понял, что совершил самую ужасную ошибку в своей жизни! Так давай ее исправим! Как? Посмотри на меня! Что я могу исправить? Ты не должен сдаваться! Я не сдаюсь! Но к вам я не погину! Точка! Он один не справится! Вы не волнуйтесь! Я на первое время нанял сиделку! А там посмотрим! Иван уверен, что скоро сможет обходиться без нее! Саш, ну, только если что, ты сразу звони! Да, конечно, Анатолий Иванович, конечно! Я думаю, что он придет в себя и сам решит, как дальше быть! Ну, разберется! Надеюсь! Сань, долго еще будем стоять? Да иду, иду! Не бурчи! Все будет хорошо! Спасибо! Да, всегда! Ну, Лена подъехала! Забирай ее с собой, если не хочешь жить с нами! Ей нужен отец! Здравствуй! Дочь! Какая же ты у меня красавица! Дочь! Дочь! Так ты что? Ты серьезно? Хочешь отдать ему ребенка? Конечно, нет! Просто сердце так подсказало, что Ваня не сможет оставить дочку! Что? Копия твоя! Это на меня у него обида, а на нее обижаться не за что! Ее можно только любить! Ну, да! Ты моя умница! Вот моя хорошая! Вот и покушали, да? Вот и хорошо! На! На, держи! Ваня, ты тоже попей! Тебе надо много жидкости! На! Сейчас я все уберу! Наверное, меня тоже надо поить через соску из бутылочки! Ты куда? В туалет! Я помогу! Что, подгузники меня тоже будешь менять? Ваня, не пытайся вставать! Тебе нельзя! Ты мужика какой-то бессмысленный, если честно! Зачем я тебе нужен такой? Глупенький! Я тебя люблю любого, понимаешь? Все будет хорошо! Все будет хорошо! Глупенький! Не спишь? Вот и решила посидеть на диссертации отвлечься! Как на работе? Три операции! Ничего сложного! Как наши дети? Тяжело с Ваней? Он очень страдается! А мне иногда кажется, что я не выдержу и разрывусь при нем! Лен, я понимаю, что тебе очень тяжело! Но мы не должны сдаваться! Ну, давай наймем сиделку! Или попросим помочь Васильевича! Нет, я сказала Васильевичу, чтобы он не приходил пока! Чужие люди только нервируют Ваню! Я должна справиться сама! К тому же мне тяжело не физически, а только морально! И ты справишься! Ты очень сильная! Вообще, нам так повезло, что ты у нас есть! Ага! Да! Да. Еще пару минут. Сань, расскажи, как там наши ребята? Ну, как? Прият тебя передает. Говорят, тоска без тебя. Не с кем даже закуситься в спортбаре. Ну, скажи им, пускай не расслабляются. Скоро я вернусь и повышим градус общения. Лен, а пусть парни пообщаются. Не будем им мешать. Ну, спасатели-имчестники, ну, пойдем, ягоды пособираем, а вы тут не хулиганьте пока и за ребенком присмотреться. Лен, не волнуйся, они у меня тут не забалуют. Хорошая погода. Невыносимо так жить, Сань. Лена может сколько угодно говорить, что она меня любит. Но я для нее абуза. Сплошная проблема. Знаешь, по-моему, она так не считает. Она молодая, красивая. Зачем я такая, гиря на шее? И сегодня-завтра она меня возненавидит. Сначала тихо, потом громко. Брат, ну, тебя уже понесло. Ну, потерпи чуть-чуть. Отец поставит тебя на ноги, а Лена ему поможет. Ну, не думал, что это им сильно нужно. А вот сейчас я чего-то не понял. Мне кажется, что у батя с Леной чересчур близкие отношения. Так, ну, это уже вообще тебя по кривой понесло. Давай, допивай. Потом еще по одной. Зимляники что-то мало. Наверное, все собрали уже. Ну, да. Лен, а ты что такая грустная? Ты ж хотела на природу. Вроде все хорошо. Да с Ваней у нас не очень. Снаружи все более-менее. А на душе ему тяжело ее с чувствами. Да, трудно ему смириться с такой жизнью. Ну, ничего. Правда? Мы же справимся? Конечно, справимся. Может, сейчас между ними ничего и нет. Но обязательно будет. Они столько времени проводят вместе. У них столько общего. Так, брат. Ты у них общая. И желание тебе помочь. Они оба прекрасные люди. И не заслужили, чтобы ты о них так говорил. Ты же ничего не знаешь. У бати с Леной был роман. Бати с Леной хотели пожениться. А потом появился я. А теперь… Теперь я даже батя не соперник. Я тебе так скажу. Хватит ныть и жалеть себя. Не хочешь быть обузой, не будь ею. Делай что-нибудь. Только с умом и с любовью к своей семье. Докажи Лене, что ты достойный ее любви. Давай. Хватит ныть. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вы знаете, мы по ночам почти не плачем. Спим крепко. Ну, какая у вас хорошая девочка. А мой каждые три часа кричит. Есть, есть, есть. Такой проголод. Мужчина. Ой, смотрите. Ваня! Да цел я. Дожди, не двигайся. Не двигайся, говорю. Ну, перехватила декадь на пару секунд. Ерунда. Это апно. Это частые явления при травме в козвоночнике. Сейчас, не двигайся. Больно? Хорошая. Ну, хватит. Люди смотрят. Ну, зачем ты это сделал, а? Теперь же нельзя. А жить мне можно? Прости. Чего-то я совсем раскрылся. Ничего, я понимаю. Я больше не буду себя вести, как с Веней. Я понимаю, тебе сейчас тяжелее, чем мне. Ну, со мной все в порядке, Вань. Только, пожалуйста, не делай так больше. Ну, потерпи до операции. Потерпи немного. Будешь потом подтягиваться сколько тебе угодно. Это будет даже полезно. Я все думаю. А если на операции что-то пойдет не так? А? А ты не думай. Думать надо о хорошем. Все. Поехали домой? Поехали. Спасибо. Спасибо. Сереже эта конструкция помогла встать на ноги. Если завтра пройдет все так, как мы задумали, то и Валя сможет ходить. А в следующем будет Ваня. Поскорее бы. Знаешь, я бы все-таки еще выждал пару месяцев, чтобы его организм остановился. Он может не выдержать эти пару месяцев психологически. Сегодня на детской площадке он пытался подтягиваться на турнике и упал. Это плохо. Надо делать МРТ. Да сделаем МРТ. Я не об этом говорю. Его терпение на нуле. Он срывается все чаще и чаще. Так, ладно. Фиксирующие винты будут установлены вот здесь, здесь, а потом… Вань, все в порядке? Простите. Валечка, как ты? Как прошла операция, Елена Семеновна? Все идеально, Ром. Валя скоро снова будет ходить. Да вы гений. Спасибо вам большое. Мы знали, мы верили, что вы нам поможете. Вот настоящий гений. Его благодарите. Спасибо. Спасибо. Валя… Что случилось? Ничего, все хорошо. Анатолий Иванович, можно за минуту? Я же вижу, что-то случилось. Почему вы молчите? Все же по плану. Операция прошла успешно. Чувствительность вернулась. Валя скоро встанет на ноги, а следующим будет Ваня. Так? Нет. Лен, не так. Ваня следующим не будет. Как не будет? Почему? Я получил результат его МРТ. У него появилась трещина в позвонке, к которому я собирался крепить протез. Видимо, после этого падения. С турника. Боже мой. Ну, как же так? Ну, да, теперь этот пацанок не выдержит нагрузки. В общем, Ваня навсегда останется в инвалидном кресле. Ну, а с Валей, да, все хорошо. Ты прости, что я не радуюсь. Ну, и отчаиваться нельзя. Есть же метод, который я разрабатываю диссертацией. Он позволяет ставить конструкцию при отсутствии двух позвонков. Лена, это просто теория. Ты же сама это прекрасно знаешь. Но… Иначе ты сама бы давно уже закончила работу. Ну, как операция, батя? Да все хорошо, сынок. А что тогда плохо? Я же вижу, ты сам на мертвеца похож. Да это я устал просто. А… Лена тоже пытается меня убедить, что все хорошо. Она это делает из лучших побуждений, я же понимаю. Лена тебя очень и очень любит. Да нет, скорее жалеет. А меня не надо жалеть. Нет, ничего унизительней жалости. Мне нужна пусть горькая, но правда. Скажи мне ее, батя, как мужик мужику. Хоть ты не жалей. Что ты хочешь услышать? У меня есть шансы когда-нибудь встать из этой чертовой коляски. Сын, надо надеяться на лучшее. Батя… На сегодняшний день шансов у тебя… Нет. Спасибо. Спасибо. Да что ж такое-то? Почему не сходите? Точно. Это… Это решение. Анатолий Иванович… Анатолий Иванович… А-а-а… Я знаю, как вылечить Ваню. А? Знаю, как правильно… Что? …зафиксировать имплант на травмированном позвонке. Что? Сейчас. Смотрите. Вот, смотрите. Я добавила дополнительный элемент. По-моему, это решение проблемы. Теперь конструкция получит желаемую надежность. А? Ты гений. Ой… Да нет. Ты наш ангел-хранитель. Я это сразу понял, как только увидел тебя. А сами хотели меня выгнать сначала. Ну, ты же не ушла. Ангелы своих не бросают. И теперь ты спасешь моего сына. Мы спасем его вместе. Пойдем обрадуем Ваню. Не грех разбудить его ради такой новости. А? Куда он пропал? Я не знаю. Он же был дома. Вань! Вань! Не ищите меня. Я сам все решу. Что это значит? Что он решит? Если б я только знал. Спасибо, Андреич, что помогаешь. Я уже не знаю, что думать. Да ладно, перестань. В общем, в своей квартире не появлялся. Надо искать друзей. Ты поспрашивай, может кто-то что-то знает. Сам бы он не ушел. Я не могу дозвониться к твоему другу, Саше. Никак не могу. Ну, попробуй еще раз. МЧСники, как и мы, отключают телефон на время работы. Ну, не надо, не надо, не надо. Ну, перестань. Не переживай, найдется твой Ваня. А вдруг его уже нет в живых? Так, послушай меня. Чтобы покончить с собой, необязательно сбегать из дома. Ну, он мог попасть в машину. Или, ну, я не знаю, упал и не смог подняться. Он же беспомощный совсем. Да брось ты. Он нормальный, здоровый мужик. Ну, только в коляске. А так решение примет и выход найдет. Сейчас. Здорово, Толян. Да. Слушай, подскажи, там по сводке никакой колясочек не светился? Ага. Черт. А возраст? А возраст? Ясно. А где? Да, я понял. Спасибо. Говори, Андрей. Говори, натяни. Лена, только не паникуй, ладно? Не факт, что это он. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Покажите мне его. У меня муж тоже колясочник. В зрелище не сприятных, не советую смотреть. Не переживайте, я тоже врач. Хорошо, смотрите. Ну, что? Это не он. Ну, я же говорил, не будет у Ивана кончать с собой. Ну, а где же? Так, Лен, послушай меня. Тебе нужно поехать домой. А я продолжу поиски. Как только появится информация, я сразу же сообщу. Пойдем. Здравствуй, Саш. Лена? Вот, принесла Ваню. Тебя занималась еще до больницы. Ну, ты чего? Из-за этого приехала, не надо. Он давно все отдал. Прости. Просто, эти две недели, как он пропал, я плачу. Каждый день не могу ничего своего поделать. Может, ты сесть хочешь? Не, не надо. Может быть, ты что-нибудь знаешь? Я прошу тебя, не плачь. Я не хочу думать о самом страшном. Ведь, если тело не нашли, значит, он жив. Так? Конечно, он жив. Ну, а где он тогда? А если бы он попал в рабство к цыганам и… Они его заставляют милосту не просить на вокзале, а? Ну, тоже скажешь. А что, всякий ужас в голову приходит. Может, чай? Нет, не надо. Я пойду. Ты прости, пожалуйста. Ты ведь тоже ничего не знаешь. Пока. Лен! Подожди. Идем со мной. Здесь все наши ребята и Иван с ними. Вот. То, что мы оказались выброшенными из жизни, не значит, что жизнь закончена. Пока ты сидишь, ноешь, жалеешь себя, тебе кажется, что тебя выкинули как ненужную вещь на помойку. Но стоит сделать первый шаг. Чем? Первый оборот колеса, если тебе так нравится. Сделать что-то полезное, нужное. Для себя самого, например. Ты почувствуешь, что жизнь снова обретает смысл. Ну, что сделать? Например, ну, перестал я ныть и жалеть себя. Ну, а дальше-то что? Начать жалеть других. Тех, кого ты мучил все это время. А если честно, мужики, мы инвалиды вот здесь, в голове. До тех пор, пока мы себя ими считаем. Ваня! Вот так и живу. Благотворительной организацией при МЧС. Помогаю таким же, как я, инвалидам. Собственным примером. Ну, почему ты ничего нам не сказал, Вань? Вы бы меня вернули. Прости. Я должен был так поступить. Когда отец сказал, что я никогда не встану с коляски, я… Я должен был что-то сделать. Ты мог посоветоваться со мной? Я говорил тебе, ты не должна тратить свою жизнь на коллегу. Вот ты и слушать не закатила. Ты готова была пожертвовать своей жизнью, своим счастьем. А я не мог тебе его дать. Я мог только освободить тебя от этой жертвы. А может, мне нужна была эта жертва? Может, она для меня важнее какого-то пресловутого счастья, о котором ты говоришь? Ты должен растить дочь. Тратить свои силы на нее, а не на коллегу. Ты талантливый врач. Об этом я думал перед уходом. А я думала, что тебя уже нет в живых. Прости. Я не мог поступить иначе. Ты не жалеешь? Я снова почувствовал себя человеком. Я понял, что я могу быть кому-то полезен. Отлично. Что тебе мешает при этом жить дома? Нет. Домой я не могу вернуться. Пойми меня, подсумывай. Мне очень важно, чтобы ты меня поняла. И прости. И ты меня прости, что я тебя не слышала. Я должна тебе сказать, есть способ поставить тебя на ноги. Да я и так уже на ногах. Но к операции готов. В любую секунду. Подготовительные процедуры проведены. Показания пациента. Пульс ровный в норме. Давление немного повышенное. Что значит немного? В норме или нет? В пределах нормы. Хорошо. Приступаем к установке имплантов. Анатолий Иванович, все в порядке? Все в порядке. Позовите, пожалуйста, Наталью Сергеевну. Продолжаем операцию. Приступаю к установке имплантов. Что случилось? Что-то с Иваном? А, да нет, с ним все нормально. Это я не могу продолжать операцию. Нужно ставить конструкцию, а руки не слушаются. Сейчас же невозможно уже отменить операцию. Лена все взяла на себя. Наташ, милая, помоги ей, пожалуйста. Да. Хорошо. Конечно. Лена, как все прошло? Альбин, Кать, везите в палату, я догоню. Угу. Получилось? Все по плану, все прошло хорошо. Состояние Вани стабильно. Пожалуйста, узнайте подробности у Натальи Сергеевны, ладно? Ага, ага. Ну, ладно. Ты-то как? Я в порядке. В порядке. Наташа, Лена от Ивана оторваться не может. Успокой меня. Все в порядке, Анатолий Иванович. Конструкция встала идеально. Спасибо. Спасибо тебе, спасибо. Лену благодарите. У нее золотые руки. А я просто ассистент. Нет. Ты не ассистент. Ты мой самый верный, ты мой самый надежный друг. Лен, ну, пойди ты, отдохни хоть немного. Поешь, вздремни, я с ним посижу. Ничего с ним не случится. Я знаю. Просто, когда он откроет глаза, я должна быть рядом. Угу. Можешь тебе что-нибудь принести? Да. Попите, пожалуйста. Ладно. Теперь все будет хорошо. Я уверена. А ты уверен, что тебе уже можно ездить на работу? Как себя чувствуешь? Отлично. Мне нужно продолжать вести свою группу. И потом я себя чувствую настоящим терминатором. Возвращаются силы? Не то слово. Ну, просто разрывает на части. Да ладно. Не веришь? Слушай, терминатор, я как врач должна сохранять трезвость мысли. Так что тебе пока еще рано. Это может быть опасно. Нет. Меня ничто не остановит. Ну, скоро вернутся Анатолий Иванович, Настенька. Не скоро. Я слишком долго ждал этого момента. Я тоже. М-м-м. Привет. Ты что, пьяная? Да, я пьяная. От счастья. Ты давай, мать, быстрее, трезвей. Тебе через час на работу. Со мной все в порядке, Павел Васильевич. Знаете, если все врачи будут счастливы, то пациенты станут быстрее выздоравливать. Угу. Тогда неси свое счастье осторожно. Не расплескай по дороге. У меня его много. Ну, Елена Семеновна, так провела операцию, что порой не было понятно, кто ассистент, кто хирург. Без обид, Анатолий Иванович. Ну, да, да, конечно. Лена у нас всегда на высоте. Да, я сегодня действительно на высоте, потому что у меня за спиной крылья от счастья. Это бросается в глаза. А что за причина? Ой, что-то я заболталась тут с вами. Пойду на следующий месяц график дежурство составлять. Лена, я очень счастлив за вас с Иваном и буду еще счастливее, когда мой сын встанет на ноги. Ты не думай. Никакой ревности с моей стороны давным-давно нет. Я отношусь к тебе, как к дочери. Правда? Правда. Как к родной дочери. Мы открылись. Продукт из Дальнего Востока, свежая рыба, красная икра, морепродукты, стейки из лосося. Цены не кусаются, а улыбаются. Проходим. Маш! Мы открылись. Морепродукты, красная рыба. Привет. Привет. Рада тебя видеть, Маш. Ты меня обнимаешь? Ну, конечно. Ты ж моя подруга. Я же тебя предала. Бросила тебя в самый неподходящий момент. Я не обижаюсь, Маш. Мне стыдно, Лен. Да брось. Пойдем куда-нибудь посидим, поболтаем. Помнишь то кафе, в котором началась наша дружба? Конечно, помню. Оно же здесь рядом. Подождешь меня? Я как раз сейчас заканчиваю. Да, конечно. Ну, расскажи, как живешь? А что, не видно? Хреново живу. Комнату на окраине снимаю. Ты была права и насчет Алексея. Он меня обманул. А я наивная. Верила и в любовь, и в его квартиру на Тверской. Оформила на себя кредит и купила ему иномарку дорогую красную. А он испарился на этой иномарке. Я теперь прыгаю дальневосточной рыбкой. Кредит этот отрабатываю. Мне очень жаль. Но ты неплохо выглядишь. Молодец, что не сдаешься. А ты как живешь? Я... Я ращу дочку. Вернулась в институт к Лазареву. Работаю сейчас с его замом. И собираюсь замуж. За Лазарева? Вот молодчина! Нет-нет, Маша. Я выхожу за Ваню. Я должна тебе признаться, я давно об этом думаю. Ты когда меня просила тогда сходить к Ване... Маш, не надо. Я все знаю. Ты Полине доверилась, но это ты зря. Откуда ты знаешь? Полина бывшей Вани. Вот оно что. Лен, прости меня, пожалуйста. Хотя... Такое, наверное, не прощают. Я дура, виновата сама. Так мне и надо. Маш, я не сержусь. Ведь у нас с тобой хорошего было гораздо больше. А ошибиться может каждый. Ты правда так думаешь? Ну, конечно. Спасибо, Наталья Сергеевна, что согласились со мной прогуляться. Что-то с вами случилось? Да нет-нет-нет, все в порядке. И слава Богу, с каждым днем все лучше и лучше. Ну, благодаря Лене и ее заботе. Рада за них. Так, я плохо к ней относилась, вы знаете, но думаю, что я была не права. Она хороший человек. Да, это очень важно, когда рядом есть надежная, преданная женщина. Да, вы правы. Прав-то я прав, но знаете, ошибался я в другом. Я не ценил ваши отношения ко мне. Наталья Иванович, и надо, прошу. Наталья Сергеевна, я знаю, вы любите искусство. У меня вот тут есть два билета в театр. Островский, таланты и поклонники. Не согласитесь ли вы составить мне компанию? С удовольствием. Играет музыка. Единственное место. Эта клейка. Эта клейка. Эта клейка. Необъеме. Эта клейка. Эта клейка. Эта клейка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok